Спасение из огня. В селе Пещаном Черкасской области соседи вытащили из пылающего дома 11-летнего мальчика. Подросток не мог самостоятельно покинуть горящее здание, но помощь подоспела вовремя. Больше расскажет Станислав Кухарчук. Вот мы с ним ездили в Курсунь. Музей там, летом. Лариса Николаевна с умилением показывает фото своего единственного внука Назара. С родителями он живет за две сотни километров от Пещанова, в Тальном. А на летних и зимних каникулах обязательно гостит у бабушки с прабабушкой. Но 9 января они едва не потеряли внука. В то злополучное утро Назар и мама Ларисы Николаевны были в доме одни. Когда начался пожар, прабабушка успела выскочить во двор. Мальчику путь преградило пламя. Вокна закрыты, потому что оно же закрыто. Не сильно он чувствовал, что там может кто-то губы стукает. Он был весь в дыму уже, а в окно открыть не мог. Ну видно, взлякался больше всего. Возгорание произошло в коридоре. Огонь очень быстро добрался к комнате, где спал ребенок. На потолке детской спальни следы от пламени и дыма. Стихия не оставила Назару ни единого шанса самостоятельно спастись. Из пылающего дома мальчика вытащили проезжавшие мимо односельчане. Вот так односельчане сейчас помогают семье Кривенко после пожара восстановить сгоревшее жилье. Виталий один из тех, кто первым бросился тушить пожар и спасать ребенка. Я уже подбег, когда его один из наших односельчан вытяг через векно. Он переживал больше не за себя, а за планшет, который остался там. Не поддалось и кирпичом сразу, но выбили. Выбили это векно. Вытягивали мальчика, потом уже пытались что-то найти, ну, потушить. Назара в тот же день забрали домой родители. Он отделался лишь легким испугом. Герои-рятувальники – это Владислав Полит и Александр Исаенко. У нас проходит акция «Герои-рятувальник року» щороценно. Эти герои будут отмечены, в том числе и сотрудниками ДСНС. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь уничтожил имущество не на одну тысячу гривен. Лариса Николаевна надеется, в ближайшее время все восстановят. Главное, что внук и мама живы и невредимы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал «Интер». Черкасская область.